Власть, бизнес и профсоюзы – три стороны соглашения, которые регулируют социально-трудовые отношения в нашем районе, а в частности защищает права работников. Координатор комиссии глава Владимир Ружицкий на совещании он обозначил основные задачи документа. Сохранить уровень заработной платы в средней вовне в бюджетной сфере. Следующая задача – повысить среднюю заработную плату работников. Кроме того, организациям необходимо предоставлять своим подчиненным достойный отдых. Заставить работодателей в небюджетной сфере создавать профсоюзные организации. Это и будет одним из путей решения этих вопросов. Это защитная функция, это поддержка работников. Тем более сейчас, в период кризиса, мы понимаем, что заработная плата невелика, что идет сокращенная рабочая неделя в связи с тем, что предприятие не может реализовать свою продукцию. И, конечно, основная поддержка – это будет со стороны профсоюзов. Кроме того, при помощи профсоюзов также ведется и разъяснительная работа. Руководителям и работникам намного проще найти общий язык. Трехсторонние соглашения действуют в течение двух лет и распространяются на предпринимателей всего Люберецкого района с момента подписания документа. У президента союза предпринимателей и промышленников района на это есть свое мнение. Все эти договоренности, они будут выполнены. Но только понимаете, в том случае, если ситуация в промышленности нашей будет стабильна, она будет улучшаться. Стороны торжественно подписали трехстороннее территориальное соглашение. После чего последовало награждение. Участникам встречи Владимир Ружицкий вручил знаки отличия за заслуги. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.